Всем привет, уважаемые подписчики WWE Vlog! С вами Фадеев Руслан, Шуган Вадим, Борозин Ростислав. И это снова беседка. Мы целых 5 недель не виделись с вами. Был такой достаточно большой перерыв между SummerSlam и ближайшим Pay-Per-View, который мы сегодня и будем обсуждать. Это No Mercy, Pay-Per-View эксклюзивное для RAW. Кстати, в прошлом году это было по ПВС Мэкдауна, но вот произошла такая перестановка. Чему, в принципе, не стоит удивляться. В этом году вообще много чего поменялось в плане Pay-Per-View. Вот уже TLC мы, например, привыкли, что оно всегда в декабре, под конец года, а оно уже в октябре будет. Тоже такой нежданчик. Если вы хотите посмотреть No Mercy в прямом эфире, вы можете сделать это в нашей группе ВКонтакте. Мы с Джеки будем комментировать в 2 часа ночи по Москве, в ночь с воскресенья на понедельник. Да, вся информация в описании. А теперь приступаем к разбору карда. Благо, он достаточно интересный. Вот как-то у RAW в последнее время, даже на своих эксклюзивных Pay-Per-View, получается выдать действительно достойный карт. Они разбрасываются достаточно серьезными матчами. Но на пресс-шоу у нас все как обычно. Матч из ниоткуда, назначенный буквально вчера вечером. Это одиночный бой Аполло Крюса и Элаэса. 59% считают, что Аполло Крюс победит. 41% за Элаэса. Сюжета никакого не было. Просто вот такой матч. Понятно, что Аполло победит. С чего ты взял? С чего ты взял? А че Элаэс-то? Ну, Элаэс у него, по-моему, даже победный стрик, можно сказать, есть. То есть в одиночных матчах он еще не проигрывал. Алаэс Сэмпсон, примечание редакции. То есть у него что-то есть. И есть Аполло, который весь в пыли. А хотя нет, что-то я брешу. Он же Фину Балову проигрывал. Но Финн все-таки серьезный соперник. Аполло немножко другой план. Аполло ниже пола. Тут непонятно вообще, кто может победить. И вообще непонятно, опять же, посыл. Просто хотят как-то поразвлекать гулик. Поэтому ни на что не повлияет вообще исход матча. И вообще по барабану, кто победит. Опять же, ну, как бы. Это просто те, кто первые приехали на стадион, чтобы мне скучно было сидеть. Да. Я вообще не думаю, что тут вот прямо что-то можно. Ну, Аполло мне хотя бы запомнился чем-то год назад. Там сверкающая улыбка своей. Там веселенький такой. Чем сверкающий? Улыбкой. Улыбкой? Ну, у микрофона сверкающая улыбка. И лысины тоже. Анатоль Сверкает. В общем, Айлаес ничем не запомнился. По песне. Ну, только на гитаре прочитать. Все, что он может. Ну, знаешь, на последнем роу он мне очень даже запомнился. Когда он совершил просто чумовой прыжок, он с места запрыгнул на третий канат в углу ринга. Вау. Ну, так и с его габаритами. Он все-таки не хайфлайер. Он вообще как-то без проблем это сделает. Смотрелось очень вообще странно. Но это я так. Там мастер Сахун был. И в принципе, Илайс как бы его не то, что как сильного рестлера выставляет, конечно. Но его пока что... У него не было таких зашкварных моментов, которые были у того же Аполло. Но в данном случае я согласен, что сделать какие-то выводы по поводу победителя сложно. Потому что и матч взят из ниоткуда. И у Аполло, у него, ну, за его спиной стоит Тайтус О'Нил. И вот эта вся группировка Тайтус Worldwide. Ее тоже как бы не спускают слишком низко. Поэтому можно, в принципе, поверить в то, что Аполло принесет победу. Вот своей, так сказать, группировочке. Но я, пожалуй, все-таки поставлю на Илайса. Да. А я подержу Аполло. А я тоже на Аполло, а вот. Потому что мы не расисты, мы за негров. В отличие. Ну, а так, в принципе, было понятно, что Накиков будет какой-то матч без сюжета. Потому что, вот, в принципе, основные сюжеты, которые крутились все последнее время, они все вылились в эти матчи на основном шоу. Их всего семь. Как бы было бы странно, если бы один из них перенесли на при-шоу. Поэтому... Но я, правда, ожидал, что могут поставить на при-шоу Курта Хокинса. То, что у него с недавних пор появилась такая фишка, что у него анти-стрик. Типа, вот на последнем Ро у него было 115-е поражение подряд. И я думал, что они будут как-то раскручивать... Курт Хопкинс. Раскручивать эту тему. И раз уж у них личного сюжета нет, то поставят Хокинсу еще ему одно поражение. Хотя, в принципе, блин, могут на основное шоу даже поставить. Внезапно выйдет Хокинс. Типа, ну вот сейчас прервется мой анти-стрик. И вот за секунду кто-нибудь и делает. Да. Твой батя пьяный. Ну а мы переходим к основному шоу. И начнем мы с матча за чемпионство Полутяжей. Король Полутяжей. Действующий чемпион Невил. Уже двукратный, кстати. Против Энзо Аморе. Который вот после SummerSlam'а как-то был переведен на 205 лайф. 70% наших подписчиков считают, что Невил одержит победу. 30% за Энзо. Ну тут такого. Во-первых, я изначально думал, что когда пошли эти слухи, что Энзо Аморе переведут, что он как бы сможет выиграть это чемпионство. Тем более, когда Невил его так неожиданно еще проиграл. Да давай вот так вот говорите. Давай. Ну вот, когда Невил проиграл в чемпионство, я еще думал, что ну точно Амора может это типа взять. Но, блин, нет. Все-то его как-то слишком сильно опускают. Мне кажется, что пыль такая в глаза как бы. Все его знают, все за него топят еще более-менее. Но нет, типа хрен тебе. Закопаем тебя ниже Плинтуса. Поэтому Невил что еще просто так второй раз чемпионство выиграл. Ну тут да, тут эта чехарда прям ситуация. Я ее не вижу. Я, конечно, понимаю, что второй Тальтл Рейн Невилла будет не такой длинный, как первый. Но, тем не менее... Не, вообще. Что? Пять недель ты считаешь слишком мало? Ну, я думаю, да. Вообще, тут интересно отметить такую ситуацию, что вот как раз на минувшей неделе, ну, на этой, исполнился ровно год, как дивизион полутяжей, и вот появился Наро. И интересно, к чему мы пришли за это время? Вообще ни к чему. Вообще ни к чему. Уже год прошел? Да, год. Охренеть. Пришли мы к тому, что из того вот изначального турнира CWC и из изначального дивизиона все, по сути, ну, нигде. Вот они непонятно, чем занимаются. А за титул дерутся кто? По сути, представители основного ростера. Да. Наверное, Энзер. Вот как бы это все, обо всем и говорит. Что, из всех этих звезд, там, Ти Джей Перкинс, ну что? А лучше когда-нибудь будет чемпионом Дабл Дабл? Да никогда. Ну, для этого... А не просто вот тут вот с вами взят инкубаторы, и вот никуда их нет. Для них и сделано это дивизион, чтобы как бы у них есть рамки, в этих рамках не играться. И даже у них теперь титул забрали. Ну, как стоит песочница, по сути. И сейчас пришли два грэдморских таких парня, нага старших, по сути, ну, образно говоря. И выиграли, выбили с песочницей этих детей. И забрали титул. Да, играют с главным титулом. Ну, это песочница даже никому не интересна. Да, поэтому... Что они чемпион, то... А ничего только не пытались сделать. И вот взять какого-нибудь, ну, первый чемпион Ти Джей Перкинс, который, ну, такой, типа, и в Индии вроде выступал. Ти Энни светился, все дела. Ему за титул. Что-то не пошло. Потом решили, типа, вот, Грайан Гендрик. Его у нас еще все знают по нулевым. Тоже что-то не пошло. Рич Свон, типа, тоже молодой талант. У него сколько? 22, 23 года. Охренеть. Или 24, может, максимум. Тоже не пошел. В итоге вот отдали Невилу. Потом что-то тоже пытались. Остина Элиса. Самого Остина Элиса в дивизион. И тоже вот не смогли ничего толком сделать. Тоже, что там Типович, да, за этот весны? Да хрен его знает. Ошибка, сын, идея может быть и хорошая. Но только как они это преподносили, всем стало просто скучно. Да вот за этот год ни одного прям хорошего матча в этом дивизионе не было. Хотя они все могут. Все это единого. Во время турнира там, е-мое, там, по-моему, финальное шоу, которое шло меньше двух часов. Там, по-моему, три матча были выше четверки. Это вот за одно шоу. За один день. За целый год показывал, я помню. Ничего. Ты это показывал, я помню. Ну, там, охрененное шоу было. Такое ощущение, что им сказали, вот вы на турнире все показали, теперь сидите, пиши воды. Так, все, сейчас забыли. И вот из персонажей только Невил выглядит самым сильным и самым интересным. По-моему, это просто многостовочка поведения Нового Утитута просто на бренд. Потому что Невил реально в основном ростере он заселялся. Кому интересен чувак, бегающий в плаще? А тут реально преобразовался и стал интересен. Ну, такая ниша здоровая. Но с другой стороны, долго ли этот дивизион проживет с таким подходом? Понятно, что Невил рано или поздно этот титул сдаст кому-нибудь другому. И, по сути, дивизион тебя из-за помощи. Я сдаю. Я сдаю титул, я сдаю. В принципе, даже можно заметить то, что на Ро обычно они делали фиолетовую обмотку канатов специально на матче полутяжей. И на стил специальный. Они уже и на это тоже забили. И свет у них еще был другой такой. Все это идет, по ходу, к концу. Тайтус и Нил, по сути, тоже подключен к Тазаве, чтобы как-то поднимать вот это все. Чтобы было интересно. Тайтус и Нил подключили. В общем, мы тут что-то побомбили по поводу дивизиона, по матчу. Ну да, можно подытожить то, что Невил единственный, кто смотрится как легитимный чемпион в этой всей тусовке. И сдавать титул Энза, ну не, ну ни при каких условиях. Ну и плюс не прямо сейчас вот. Вот то промо, которое было у Миза в сторону Энза на прошлом Ро, где он вот прям по жизни пошел и говорил, что вот ты такой вот болтун, говоришь непонятно что, сам не думаешь. И тебя за это выкидывают из раздевалок, из автобусов, у тебя нет друзей, ты никому не нужен, ты пошел в этот дивизион только потому, что всех уже достал в конец. И вот это все, мне кажется, действительно так и есть. И при таком отношении Энза со стороны коллег и руководства, ну ни о каком титуле тут и речи быть не можем. И даже если каким-то чудом он его выиграет, то это будет кратковременно какой-то вдох в этот дивизион. Ну, подурачиться он с этим титулом, там, ну, там, выйдет. И все, это всем надоест сразу же. Это будет как вот Хорнсвогл, был чемпионом полутяжей прежним и на нем все закончилось. Вот только в том случае, что если они хотят уже все, поставить точку в этом дивизионе, отдать Энза и покончить с этим. Только в этом случае, мне кажется, у Энза есть шанс. Тем более они рассматривают в Невеля реального чемпиона, не даром он уже двухкратный чемпион, единственный из всех этих малышей. Да. В общем, мы все остались на руках. Да, да. И следующий матч, который мы обсудим, это бой Финна Баллара против Брэя Уайта. 79% считают, что Финн Баллар победит и всего 21% проголосовали за Уайта. И тут сразу стоит оговориться, что если на Саммерслэме у нас изначально было, ну не изначально, но за неделю до Саммерслэма стало понятно, что это будет матч Демона Баллара против Брэя Уайта. То тут специально обговаривается то, что это матч Мэн Версис Мэн. То есть никакой раскраски у Баллара не будет. И мне кажется, это практически спойлер. А без раскраски он кто фальчик? Он никто. Нет. Ведь мне кажется, что как раз таки этот сюжет специально продуман для того, чтобы показать то, что Баллар силен не только как вот демон, не то, что типа вот он в раскраске такой сильный, а без раскраски он никто. Но это не только что, но и все, но и все, но и все, но и все. Он был чемпионом ДАБЛ-ДАБЛИ? Был. Всего полгода назад? Все уже забыли об этом. Нет, тут определенно победит Баллар. Тут даже абсолютно ничего. Ну я тоже посмотрел на картинку этого матча и сразу понял, кто-то станет победителем. Так можно просто, знаешь, под каждое обсуждение эту фразу вставлять, начало. Так мы делаем прогнозы. Мы смотрим на картинку и сразу видим, кто победит. Так же просто. А там вот, знаешь, там смотришь, там написано Баллар победит. Вот так просто. У нас на картинке прямо как битва экстрасенсов. Ну тут реально написано все. Баллар победит. Подсказки. Я тоже, я не знаю на самом деле, что обсуждать из того, как сюжет развивался. Как там Вайт пытался стереть краску с лица Голдеста, показывая, что вот они все такие. Они просто прячутся там под этой краской. На самом деле они обычные люди. Ну это интересно. Это интересно. Ну блин, это как будто это какое-то откровение. То, что... Ну мне реально было смешно рассмотреть за тем, как Вайт стирает краску с лица Голдеста и всем кричит. Вот он обычный смертный, он обычный человек. А мы не знаем. Он сумасшедший? Серьезно. Он сумасшедший? В отдельной арене кто-то там, пятилетний ребенок, расплакался. Кому? Че он человек? Я думал, он настоящий злотец. А ты че? Как сегодня он подогляли, я стоял, мужик такой с золотой краской и с чемоданами с ним фоткались. Типа статуи, что ли, изображал? Видео, где когда вот еще вот ему хромили делают, помнишь? Он стоит, потом вот ему мужику, в случае там пьяный мужик подошел. Но это у нас в России, где-то в Европе было. Ну, а сам мальч я как-то совсем не жду. На Саммерслайме у них было, ну, такое, обычный матч. Просто вот обычный матч с еженедельника, даже можно сказать. Тут, наверное, только что там. А это Саммерслайм, между прочим. Саммерслайм и Ноу Мерси где-то там вот. Ну, ты так не загоняйся. Ну, ладно, чуть повыше. Там Capital Punishment. Я не удивлюсь, если по общему впечатлению Ноу Мерси для меня даже выиграет Саммерслайм. Потому что Саммерслайм я сколько? Шесть из десяти в итоге поставил. Мне кажется, Ноу Мерси будет получше. Слышь, Руслан, ты это вот... Там же Capital Punishment внизу? Там Джиндер Махал с титулом. Ну, а получше чуть-чуть. Накамура. Следующий матч, который мы обсудим за интерконтинентальное чемпионство WWE. Мисс, действующий чемпион, который уже находится на третьей строчке в списке величайших интерконтинентальных чемпионов. Он уже там больше 400 дней в сумме владеет этим титулом. И его соперником будет сюжетный сынок Курта Янгла, Джейсон Джордан. И тут весьма интересная ситуация, зрители наши, подписчики, разделились во мнении 50 на 50, но тут вот по графику видно, что у Миза все-таки чуть-чуть больше. Там 50 с половиной процентов, наверное. Как-то так. Можно посмотреть в голосах? Нет. Это с компьютера только будет. Ну, в общем, 50 на 50, можно сказать. Ну, вообще, на самом деле, мы проголосовали за Джейсон Джордана. С ростиком. А я? Что 50 на 50 было? Я, по-моему, голосовал за Миза, но сейчас я сомневаюсь на самом деле. Кстати, Википедия Мизу поставила крест. То есть, это как бы скрыть и намек. У всех действующих чемпионов такой символ. Я не знаю, почему именно крест, но причем не просто крест, а какой-то странный крест. Он просто отмечает чемпиона, а что? Ну, что вы скажете? Блин, ну, тут сложная, конечно, тема, но Джордан, даже в качестве сынка Энгла, это скучно. Что? Чем он запомнится? А ему может кто-нибудь помочь? Кому? Джордану. Ну, вряд ли отец там будет бегать за ним. Ну, может. А у Миза как раз-таки мистер Раш-то есть, и он никуда не... И у Миза, тем более, стрик, вот он третью строчку, да, только-только занял. Думаешь, хотят это самое, что ли? Так там же по-совместному, там без разницы. Он может опять выиграть на следующей неделе. Он там кого? Хонки-тонки-мену, любимый, Вадим? Он перебил. Хонки-тонки-мен. Да. На третьем месте был Хонки-тонки-мен, но у него 400... Хонки-тонки. Хонки-тонки. На 354 дня, по-моему, у него было. Но это у него было за один рейн. У Миза все-таки за 7. Хонки-тонки. Хонки-тонки. Почему ты смешна? Он же Хонки-тонк. Тебе по-любому смешно, как тебе скажи. Ну, в общем, не знаю. Мне кажется, что может быть, Рейн... У Миза будет... Рейн еще больше. Потому что давайте ему потом восьмой тикл так быстро, девятый и так далее, это слишком жирно. Ну, блин, не вижу я сына Энгла чемпионом. То есть, че там этот... Это ж никому не интересно. Этот сюжет нужно забыть точно так же, как и забывается, что Барай Вайт был чемпионом полгода назад. Как и забывается, что Махал чемпионом сейчас. Это как раз таки помнится. Слушай, а вот давай напомним, сколько у нас первые титулы... Ну, на первом месте по Рейну. Сколько там дней, конечно, есть? Ну, там 500 и 600 где-то так. То есть, условно, можно до Нового года продержать, и он будет этим самым... На первом месте не будет. Там слишком много получился. Полгода еще где-то ему нужно, в общем. Ну, я думаю, если... Ну, это чуть дофига. Если еще один Рейн такой... Рейнс. А если еще один Рейн будет, то там уже и до Джеррика всего один Рейн остался, чтобы вообще... 12-кратный? 9-кратный. Ну, я не думаю, что... Блин, хотя не знаю. Может, мисс будет тем, кто приблизится к Джеррика, или даже наравне будет. Ну, чтобы перебить это... Ну, господи, как можно сравнивать Джеррика и Миза? Можно. Нельзя? Можно. Джеррика намного круче. Мисс на микрофоне не хуже. Там Мисс на доставке стоит на компьютере. И на телефоне. Ну, конечно. На чего? Ну, давайте я матчу. Короче, на фоне Миза сын Энгла, кто он там, я уже забыл. Андердог. Или кто? По имени. Джесси Джордан. Да, Джордан этот, Джесси. В общем, он в моих глазах, кажется, намного слабее. Как по мне, это уже для него достижение, что он уже в этом матче. Поэтому я все-таки поставлю на Миза, и все. Для него достижение, что он сын Энгла. Такое себе достижение. Как у Энгла было достижение, что он получил... Как у Энгла было достижение, что у него есть сын вообще. Медаль на Энгла получил, а здесь вот сын такой. Сын такой. Так и вот сын. В общем, я тут прямо развиваюсь, на самом деле. Для меня тут действительно 50 на 50. Но я все-таки, ладно, останусь при своем мнении, что Миза защитится, потому что обосновать это крайне сложно. Давай ты за Джейсона Джордана будешь развиваться. Нет, пожалуйста. Я изначально был за Миза. Это ты тут в качельки играешь. Просто на самом деле, если Джейсон выиграете, мне кажется, в нем все-таки действительно, как вот были разговоры о том, что вы как-то разочаровались. Изначально же такой матч должен был состояться еще на самом слэме. Но как-то поняли, что реакция на Джордана тухловато и решили повременить с этим. Сейчас вот этот матч все-таки появился в карде, но отдавать ему титул прямо сейчас, мне кажется, они все-таки не рискнут. Хотя могут, но я проголосую за Миза, потому что если Миз останется чемпионом, я как-то вижу больше перспектив для него в плане соперников. Допустим, на его титул потом могут претендовать и такие видные ребята, это как Финн Балар или Роман Рейнс даже. Да. А если Джордан выиграет, кто там придет какой-нибудь... И Лайес только. Да, какой-нибудь хрен, который спокойно берет титул. И опять он будет плавать где-нибудь по низам. Вот в районе Джендера Махала. В общем, мы сейчас прямо с этим титулом очень хорош, и пусть какое-то время еще с ним походят. Вот это Коди Роудса. Коди Роудс чемпиона Роидж. В общем, мы за Миза все, да? Тогда давайте обсудим матч пятисторонний за женское чемпионство Ро. Действующая чемпионка Алекса Близ против Бейли, против Саши Бэнкс, против Найджекс, против Эммы. Все они против друг друга. И довольно большой разброс на самом деле получился в нашем опросе. 39% то есть большинство считает, что Алекса отстоит чемпионство. На втором месте 19% это Бейли, потом 16% Найджекс, 14% Саша Бэнкс и 13% Эмма. Руслан, у меня вопрос. Эмма хоть день была Эммалиной или она возвращалась в ее образе, вот так и не вернулась. Но она один раз появилась как Эммалина, сказала, что вы меня полгода ждали вот как Эммалину, я тут, а теперь вы будете полгода ждать возвращения Эммы. Я и ушла. Все. Ну потом, ну не через полгода, но через какое-то время она уже вернулась. Господи, это гениально. Многоходовочка. Мне понравилось на самом деле, что ну судя по вопросу, действительно у всех в принципе там есть какой-то шанс даже вот Эмма, на которую я бы уж точно не поставил, вот все-таки 13% за нее проголосовали. За кадр накрутил. Вообще-то они уже не влезли. Но все равно накрутил. Для меня, ну я бы откинул наверное вот сразу в сторону Эмму и Сашу Бенц, наверное. Потому что Саша уже и так много титулов накрутили. Она только выиграла, только проиграла и сейчас опять к этому возвращаться вряд ли будут. А вот у Най и Бейли наверное есть какие-то шансы выиграть титул. Тут, наверное, больше Найя тогда на втором месте. Найя может неожиданно. Знаешь, как бы такой звери с теня никто не ожидает. Она раз такая шутка про темную лошадку. У Найя на самом деле как раз таки вот образ очень непонятный. Ее темную лошадку ты как раз не назовешь. Она всех этих уже побеждала по сто раз. по одиночке. Как раз таки все могут ее там выпинать как обычно бывает. Но только объединившись. Да. А потом никто не будет ожидать. Она появится и там башкой двухсоперный стухнет и держит сразу минус 4. Я вторым на аджес поставил бы. Я тоже. Потому что реально такой вариант серьезный. Никто никак не ожидает. Почему никто? кто-то. Но мы втроем ожидали. 16% как минимум. Мы втроем 16%. Ну в плане мне кажется что пока не стыкуется это мнение что чемпионка может быть такой неженственной что ли. Как ты от этого уже отвыкли мне кажется. потому что ты сам посудишь сколько можно. Алек Соблис там уже сколько времени бегает чемпионкой. Она красивая. типа им же надо чтобы чемпионка была бы красивой. Действующая всего там три недели полно. Ну этого вполне хватит. Ну то есть нам Жек сделать чемпионкой ну я не вижу что она прям долго с ним проходит. Тем более карму сделать чемпионкой ты представь. Ее бы сто пудово сделали если не вот эта ситуация с беременностью. я имею виду что как-то ну блин ненадолго посмотрели телевизионная такая условно. Она уже дважды чемпионка Саша сколько там три-четыре раза как не больше. На чемпионку нужно приятно смотрелось понимаешь. У Саши короче дохрена всего. Тебе на реакцию близ приятно смотреть? У меня все по барабам. Бейли это сколько у нее там было титулов один один но у нее недавно была травма я не думаю что сейчас прямо на нее шаг такой сидит. Я вижу что прям она вот прям вот ну как тебе мне неприятно было смотреть. Она большая но красивая большая но красивая вот так вот камеру будет делать на нее я уверен что даже скорее уже следующей чемпионкой будет как раз Найд Джексон другой вопрос в этом матче или все-таки когда у них фильм с Алексой будет какой-то более-менее одиночный мне кажется она все-таки выстрелит здесь ну хотя тут по сути и лучше потому что опять же тут непонятно кто кого угодно в этом плане как-то вроде не пошатнется что особо но она будет иметь право на законный реванш но при этом на последнего Льва она ее победила за несколько минут ну и что смотри Олексу уже побеждала и Саша и как ты говоришь Найя там на руку все перепобеждали Бейли недавно была травмирована как бы сейчас на нее вряд ли будет ставку такую делать потому что может рецидив случится титул пока Эмма это вообще понятное дело Эмма просто дали шанс которым она просила все хотя после того как Наталья внезапно выиграла титул сначала матч за претендентство а потом и титул я уже если победит не удивлюсь на Джекс а потом получается через некоторое время у нее тогда отберет Бейли титул когда восстановится полностью но с таким тут еще Аска скоро дебютирует Аска может отпинать на Джекс она всех может отпинать тем более она ушла непобежденный еще и с самым большим рейдом отберет пятьсот двадцать три дня это чем панк 434 дней я был действующим чемпионом Я поставлю на лексу близ 474 дня у панка 476 434 как ты не можешь помните Рейн панка когда ты его ярый фанат 434 а 434 434 Я на Айджекс ставлю. Я на Айджекс поставлю. Да ладно? Ты вроде как утверждал, что Айджекс? Ну вот пусть и надо. Он типа красивый, но нет. Будет смотреть на Нарю. Ну хорошо. Хотя ты вообще не смотришь. У нас осталось три матча. Матч за командой чемпионства Ро. Сэд Роллинз и Дин Эмбрус. Действующие чемпионы против Сесара и Шеймуса. И тут разгром. У бывших щитовцев 91%, а у европейцев всего 9. Сэд Роллинз и Роман Рейнс. Ну тут понятно. Дин Эмбрус вообще-то. Да, Дин Эмбрус и Роман Рейнс. Ну слушай, такого прям давно не было. Ну почему? 91 на 9. Омбрус это как развазывать у нас. Ну мальчик составил. Что? Ну тут по-моему очевидно, что бывшие щитовцы победят. Щитоводы. Да. Ну как бы с одной стороны да, вроде как все очевидно. Матч и реванш. Сейчас вот нет смысла наверное тоже чехарду такую устраивать. Но да, мы довольно любят в последнее время так делать. И даже вот в ситуации с европейцами. Мы также говорили на Экстрим Роллс, когда был матч вот этот вот. Терпит Ворд. Или когда мы говорили. Что-то они там. Да, когда Харди только стали чемпионами. На Экстрим Роллс они защищали в клетке. Вот тогда были почти все уверены тоже, что Харди ну как бы защитятся там. Понятно. А европейцы взяли и выиграли двукратно. Тогда прям внезапно было. Блин, на европейцев мне реально жалко. Хорошая команда. Ну только они двукратные чемпионы. Они очень сильны. Надо больше чемпионств. Они вот победили на последнем РО в трехстороннем матче между тремя единственными командами на РО. Ну четырьмя, ладно. Еще Харди же были. Ну ладно, еще Харди считаем. Ну в общем я не скажу, что здесь все прям так предсказуемо. Тем более, что сюжет строится на том, что вот Сазар и Шеймос все время говорят. Вот эти вот Сет и Дин, они на самом деле не доверяют друг другу. Они вообще вместе выступают только из-за своих эгоистичных нужд. Потому что ну вот... То есть это намек, что Амброс и Хилтюртниц. Да, что когда у них все... Что у них сейчас просто все хорошо идет. А когда они столкнутся с реальной проблемой, как вот и Сазар и Шеймос обещают им на No Mercy, то они сразу же предадут друг друга и все короче. А они заберут титулы. И будет забавно конечно, если все так и произойдет уже на No Mercy, и Сазар и Шеймос будут потом говорить. А мы говорили вам. Может быть конечно... Но я не думаю, что так быстро... Как бы это случится. Может быть они все даже продолжат. Как вариант. Потому что ну кого еще еще ставить. А Сазар и Шеймос они сильная команда и они всем интересны. Тут как бы фанатов подразнят. Вот они там выиграли. Вот они отстояли. А дальше потом все. Развал. Ну 11 это точно ненадолго. Точно ненадолго. Точно ненадолго. Ну что, у нас есть несколько причин. Во-первых, команды дивизион переживают не лучшие времена. Вот. Многие команды развалились. Возрождение из-за травмы опять валяются на койке больничной. В частности, Спирт Долсон. Всего 4 команды, действующие сейчас на Ро. И ну это минимум для дивизиона. Просто вот самый минимум. Меньше уже никуда не готово. Учет на количество, да. Мистер Раш, конечно, еще можно приобрести. Но пока что они... Какой-то вообще. Поэтому сейчас развал команды какой-либо не предвидится. Это явно. И к тому же Сент-1, если их вот опять стравливать, то сейчас, мне кажется, их фьюд не так уж сильно зайдет. А вот к Реслмании, если вот где-то после Рамбла там им завязать вот это противостояние, что Дин все-таки хилтернется на сете, им можно будет поставить на Реслмании качественный матч. Один на один. Неужели это будет говорить о том, что мы с тобой увидим? Неужели мы с тобой увидим? Что Эмбрус Криса? Ну... Лунатик Фридж. Получается мы с тобой это увидим? Возможно. А так, я думаю, сейчас Сент и Дин все-таки защитятся. Потом пойдет какая-то... Ну, в последнее время вообще активно развивается народ. Такая вот... Многосторонняя, что ли, вражда вот этого всего командного дивизиона. То есть Гэллоус Андерсон там активно крутится. Харди тоже приклетаются. И с учетом того, что уже в следующем месяце у нас ТЛС будет от Брэнда Ро, и, в принципе, можно поставить и многосторонний матч с лестницами. С лестницами, с лестницами, с лестницами, с дуя. Это будет, конечно, почти полное повторение рассламаний 33. Реально. То есть просто на замену кого-то получается... На замену Энзи и Кэса получается просто вот Сет и Дин пришли, и получится тоже такой четырехсторонний командный матч. Но это же будет крутой матч. Да. Чему бы и не сделать? Мне кажется, что-то такое и будет. А в данном случае Сет и Дин, да, я ставлю на них. Я тоже. Да, 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 я тоже. Ну, а теперь... Ой, хэштег сбился. Два главных матча, которые нам рекламируют вообще, что это вот матчи уровня Mainland WrestleMania. И, в принципе, с этим можно согласиться. Первый – это одиночный матч Джона Сины и Романа Рейнса. И, чёрт возьми, мне реально обидно, что этот матч пройдёт в Main Event WrestleMania. Я, как зритель, совсем не против увидеть этот матч в Main Event WrestleMania WrestleMania, на который мы поедем с Вадимом. А теперь, ну, если такой матч внезапно и будет всё-таки, это уже всё равно ничего. Решать-то потом сделать. Но это их первое столкновение. Once a Life Time. Once a Life Time. Первое всё-таки, это первое. Итак, Роман Рейнс – 57%, Джон Сина – 43%. Как, слушай, тоже вот так. Прикинь, Русалмане будет Сина против Рейнс и против Рока. Другосторонние. Господи, такого не будет никогда. Once a Life Time. Слушай, ну, как говорится, новая школа против старой школы. Вот Сина уже старая школа. То есть они… Ten years strong. Они друг друга подбьют, а потом полчаса будут лежать. Ну, по методике Сина. У него даже есть своё руководство. Написано, Джон Сина. Написано, Джон Сина. Написано, Джон Сина. Написано, сначала вы дерётесь примерно 2 минуты, друг друга бьёте. Потом тебя, типа, избивают, ты бесил, падаешь, езжаешь полчаса. Первый подход – 3 удара, 5 минут – отдых. Второй подход – там, 4 удара. Потом… Не больше ударов, но больше и отдыха. Потом ты неожиданно встаёшь. Появляются силы. Ты какое-то время доминируешь. Потом силы исчезают. Да, финишная. Потом финишная серия. Всё. Финишная серия. Это будет плохой матч и победа. Да. Плохой матч. Ну, это… Ну, тут… Я не думаю, что это будет прямо… По-моему, нет. Так это… Это может быть как убогий матч, так и… Один из лучших нашёл. Один из лучших вообще за всю историю W-W-E. Нет. Нашёл. Тут, как бы, как они… Это понятно. Остальное – это ничего не достойно, по сути. Тут, как бы, Рейнс и Сина, если они постараются, они могут выдать реально опутанный матч. Конечно. Я не говорю, что они… По сути, это Сина с Роком. Я не говорю, что они хреново растут. Это Драк, что ли? Как можно сравнивать с Синой и Роком? Корни одинаковые. И всё? Да. Уходи. Уходи. Нет, так-то, блин, интересно посмотреть, что будет. Ну, тут очень сложно, потому что, по сути, Сина и Сина на пять лет могут помоложе. Старая школа, говорю, и новая школа. Ну, не на пять. У Рейнса своя методичка по поводу того, как ему проводить матчи… Он как раз и говорит то, что, типа, я не второй Джон Сина. Во всех своих промках он на это настаивает. Я просто мэн. Да. Дыгай. Ха-ха-ха. Блин. Нет, это реально интересно. В плане того, что, ну, за столько лет они первый раз вместе столкнулись. Ну, слушайте, мне кажется, что победить всё-таки Роман Рейнс. Сина может лечь. Вот. Ну, сейчас ещё многие говорят о том, что после этого матча вообще сильно может опять в отпуск уйти. Хотя что-то… Я точно не знаю. Я за этим не особо следил. Он в любом случае будет не завершённый. Потому что он же не может просто так уйти. Вот после одного матча побеждённом, по сути. И так же просто не может уйти выигрышем. Потому что по-любому будет Роман Рейнс потом залупаться, если он вдруг проиграет сейчас в матче. Поэтому это точно, как бы, ставить такой матч перед уходом… Ну, я не знаю. Сина сейчас свободный агент. Он пришёл на рост, чтобы похоронить всех местных звёзд. Ну, не всех. Он специально пришёл к Роману Рейнсу. Он об этом тоже сказал. Вообще, Хьюд, конечно, он такой получился… У них промоки были очень нацелены на смарков. Тоже вот они всё по жизни говорили. Скажем так, что Рейнс… Ну, плохо говорит на микрофоне. То, что вот он не тащит, как Сина. И поэтому вот Сина и пришёл как-то его вытащить. И, в принципе, смотивировать на что-то… На развитие. За его длинную шевелеру вот так вот. Рейнс при этом тоже там что-то говорил. Типа, да мы без тебя хорошо справляемся и билеты продаём. Хотя, последние данные говорят, что это не совсем так. Честно говоря, вот эти вот все обмены промками мне не настолько сильно понравились. По крайней мере, вот то, что было на прошлой неделе. Это, ну, какие-то очень пошлые такие там у них были выпады. Когда Сина с Панком, например, тоже обменивались похожими промок, где тоже, в принципе, затрагивали как-то реальную жизнь, там всё гораздо искуснее было прописано. А тут, ну, что-то прям в лоб и… так себе. У Романа Рейнса жизнь состоит в том, чтобы он выкидывал плохих парней из автобуса. Всё. Ну, кондуктор. И доминировал в раздевалке. Это у него привычки ещё со школы, когда он там был главным в этом… в регби. Угу. В регби? Ну, или что у них, во что они там играют? К футболу. К футболу. Для меня, ну, на самом деле, очень интересный матч. И в плане победителя, и в плане зрелища… Ну… Я думаю, что Роман Рейнс в данном противостоянии должен выйти победителем. Ну… Это, конечно, будет неполноценная прям передача плага или как-то всё… К… Но, тем не менее, это должно уже утвердить… К… 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 Утвердить Рейнса, действительно, как более мощную фигуру. Хотя, для меня лично, он всё более и более таким и смотрится. Блин, я тоже толплю за новую школу, по сути. Блин, ну, конечно, матч хочется посмотреть, что было бы без проседаний. И, надеюсь, это получится. А сильно грусти нам уже запросто речь. Это не как… Ну, как бы… Тут… Руслан, тут 100% видит Рейнс. Ну, вот реально. Казачьи Максини уже. Вот Рейнс, ну, нет. Смотри, Рейнс побеждает, подбирает с пола кепку Сина, надевает на себя, берёт его на пульсники и насягивает себя на руки. И говорит, я на Рейнсину. Ну, нет. Ну, это даже уже не смешно. И это никак вообще не коррелирует. Ну, Вадиму смешно. Стоит еще помнить, что Рейнса антистрик. На пэпервью. Он вот как победил дробовщика, так и на пуповой. Нераза не будет горло. Вот. Хороший повод реабилитироваться. У меня почему-то вот как раз таки весы в сторону Джона Сина. Да, ладно. Да. Не знаю, почему. Потому что ты думаешь, что если Рейнс победит, то он действительно кепку передаст, да? Да. А ты не хочешь этого. Боится. За кепку боится. Ух. 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 Погода. Ух. 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 я просто докладываю обстановку и судя по всему мейн-эвентом шоу ноу-мерси станет матч за чемпионство вселенной ww где брок лесснер будет защищать титул от брона стромана и 63 процента наших подписчиков считают что весна титул отстоит и 37 процентов считают что строман может стать чемпионом вот так очень интересный матч конечно вот на ринге сталкиваются реально вот два наверное самых защищенных с точки зрения букинга рестлера по крайней мере на ров уж точно мастер думты даже если там брать тех же сильно и рейнса то ну сина в последнее время не выглядел такой угрозы там бывает ли титул проигрывал хоть и в чем бери но потом еще и в реванше он и это самое шинске на камуле недавно проиграл в офисе на любви прямо непобедимым кем-то рейнс вот как уже рассказал у него анти стик вообще а строман и лесна они с точки зрения букинга реально верится что это два таких монстра которые которых нелегко забороть и очень интересно что в итоге выльется когда у них пройдет этот матч последние недели в основном строман как раз доминировал над лестером там проводил эти свои пауэр слэмы и вообще выглядел очень внушительно очень интересный был момент когда вас направил немецкий суплекс а тот поднялся в ту же секунду лестер обернулся не поверил своим глазам как будто привидение увидел такое шокирование будет и поставить уже мощно мощно даже хейман вот прямо расхваливает стромана говорит что это один сильнейших соперников лестера за все время и вообще и он напоминает ему лестера 2002 года не забудь что у лестера есть ахиллесовая пята точнее пята great balls great balls of fight хотел сказать great balls этого лестера типичный удар после которого он сразу ложится какой-то не мог ну это же нельзя это будет дисквалификация а если никто не увидит мне кажется на самом деле строман он немножко не такого плана что по яйцам он как бы действует жестко да но таких грязных приемчиков за ними как-то срок строман все равно еще не дорос на фоне лестера это как ребенок с бородой огромный переросток он ребенок хоть и бородатый как мальчишник вегать нет ну правда я знаю что строман силен кровожаден смотрю на эту картинку я и вижу победителя это про квеста окажется да ну не смогли бы и по классу таким массалом так как как гробовщик грубо фикска не я все-таки не думаю что прямо сейчас брок лестер титул свой сдаст тем более он но соперник наперник по крайней мере максимально максимально для него подходящий и в перспективе может быть где-нибудь это может у лестер четырехсторонник пережила тут один на один со строманом надо строман действительно силен то есть будет интересно наблюдать за их бой тем более суприк сити там сделать строману это надо постараться такой махине там выше твоего пылка русском и тяжелее но так что соперник довольно таки суровый не 4 метра это больше крыс а он 3 50 значит я оставлю на высора ты думаешь что это будет чистая победа не факт просто вот первые же слухи которые я читал после назначения этого матча говорили о том что стромана хоть и не планирует отдавать титул но как-то его попытаются защитить этот манеж не проживала либо начнется дисквалификации то есть там драка мебелью там что не такое либо вот как-то удержание такое грязное не спокойно может хейман там как-нибудь не знаю отвлечь но надо бронус нового доказать что он крыма может освещать леснар используют грубо говоря дар по я жирную точку не поставить вам показать что он в лучшем традиции как обычно джонасин знаешь оставляет там где-нибудь так либо они могут закончить и без конца то есть начать драться уйти за кулисы где-нибудь там и все просто уйти но я бы еще рассмотрел такой вариант как вмешательство самого джо например если бы он был здоров к сожалению сейчас травмирован хотя может быть она ну травма не настолько серьезно и нас это какое-то вмешательство может и нормально просто джо в последнее время в принципе показывал себя как таким помешанным на лестере чуваком который вот прямо время хочет его как красотка который сидит в кромате и да в принципе это было бы логично если бы он как-то вмешался напал бы на того же лестера а строман после этого мог бы начать как раз с самого джо фьюд и в этом фьюде он мог уже предстать как более-менее полноценный фейс потому что из него непонятно пока что лепят за него многие болеют но формально он не фейс а тут вот можно было бы что-то более-менее понятное с ним сделать приятный тут будет какая-то все-таки чистая победа но я ставлю что китал сенсорного струм ну да согласен и разлазно строго он все-таки он конечно крут но титул отдать ему сейчас вряд ли решатся но и заключение пару слов о постере в этот раз он достаточно обычный просто вот строман и лестер смотрят на нас последнее время часто просто делают такие после которые показывают мейн ивент шоу не запариваются в принципе чё по сути а чё там еще хотелось бы больше фантазии как примерно money in the bank было там типа единорогие какая-то там чудесная страна из желтого кирпича дорога это было прикольно в последнее время такого мало хотелось бы больше фантазии но в целом выполнена неплохо окей но они рисуют нормально ну как богу с графика работы хорошо просто по сути что поставить два лица к ничего особо ну цветовая гамма интересное сочетание но музыкальная тема у нас вообще осталось прошлого года это кит но умер все наверное это хорошо потому что песня крутая подходящая к ппв все окей тем более вот например даже когда на умер все вот это шоу проходило в нулевых например там тоже была довольно стандартная тема которая несколько лет звучала написанная джимом джонсона так и называлась на умерси нужно чтобы не вошло в тенденцию то скоро у всех по поводу не те же темы да но они больше не запариваются последнее время не запариваются только вот с главными шоу года по сути могут поэкспериментировать в плане тем а так до капитал понише не прикинь поставить используют старые но там давно для капитал пажмент рано еще вот ну что ж на сегодня беседка закрывается увидимся через две недели когда будем обсуждать хэлэн и сэл это уже будет шоу смекдауна сао а сегодня с вами были фадеев руслан швейн вадим барузин ростислав всем пока пока